Эти красавицы приехали к нам из Кодомского района Одесской области. Можно сказать, свои родные. Продавцы уверяют, в этом году елок и сосен будет в два раза меньше, чем в прошлом. Так что спешите купить самые красивые уже сегодня. Все сосны с чипами, а значит вырублены легально. Что касается цен, то они варьируются в зависимости от пышности и высоты дерева. Старт от 200 гривен. Елочка очень ароматная, хорошая, не осыпется. Они с микрочипом, с хорошей экологической зоной. Елочка цена 300 гривен. Шикарная, ароматная. Будет радовать вас на Новый год. Прежде чем платить деньги за дерево, убедитесь, что оно свежесрубленное и не осыплется сразу после того, как вы принесете его домой. Итак, обломайте несколько нижних веток. Если они сухие и легко ломаются, тогда сосну или елку не стоит брать. Разотрите пальцами несколько иголочек. О том, что елочка свежая, будет свидетельствовать яркий хвойный аромат и некоторая липкость на коже. Хорошо осмотрите средств ствола. Если он темный, то такую ель лучше не брать. Но, как показал опрос, не все одесситы планируют устанавливать у себя живое дерево. У меня просто дома ставить негде. Взяла бы, чего бы нет. Я против того, чтобы вырубливали елки. Я ее уже давно не покупаю. Детей маленьких нету, кому ее покупать. Мы покупаем всегда елку не сосну. Приделок 200-250 гривен где-то так. За Новый год без елки невозможен. Покупать или нет новогоднее дерево – дело каждого. Главное ведь праздничное настроение и хорошая компания.